Я даже представить не могла, что меня могут задержать. Вот у меня даже никогда не проверяли документы. 26 марта мы поехали в центр, в Манежку, посидели в Макдональдсе какое-то время и пошли обратно к белорушкам. Душа, иди сюда. На. Лови. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Мы еще не знали, что происходит. Просто вот буквально за минуту вокруг нас вот очень плотно мы уже все стоили и понимали, что дальше не пускают. В шлемах сотрудники, они не принимают никаких решений. У них есть начальник, который им показывает совершенно четко, кого задерживать. И они уже бегут в толпу и этого человека выхватывают. Во-первых, мою маму, соответственно, тоже потащили. И когда задержали уже, нас вот тащили в автозак, наши эмоции первые были «за что? За что?». Следственно-судебная машина, уж как она устроена сейчас в стране, она работает против вас. Какой бы ни был следователь, хороший, плохой, злой, добрый и так далее, он в первую очередь функционал, у него есть некая отчетность. И если уж вы в эти жена попали, то надо понимать, что слова «я вам сейчас все объясню», закончат ли вас приговоры. Первый суд прошел, потом через какое-то время была апелляция в Мосгорсуд. Решение оставили в силе, причем самое странное, что у нашей мамы штраф самый большой штраф. У моей мамы 20 тысяч, у меня 10 тысяч, у меня самый маленький штраф. И у моей сестры 12 тысяч штрафа. У нас в стране оправдательных приговоров по уголовным делам ровно 0,3 процента, то есть 3 оправдательных приговоров на тысячу. Человек сидит в СИЗО. И самое страшное, что происходит в СИЗО, это то, что с ним ничего не происходит. Это самое страшное, что происходит. Школа общения защитников – это один из путей, один из инструментов создания гражданского общества. Не единственное, естественно, но тоже важное, потому что их не так много вообще, этих инструментов. СИЗО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИЗО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИЗО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИЗО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИЗО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА